Лиля косметолог и параллельно учится в медицинском колледже. Из-за пандемии салон, в котором она трудится, перестал работать. Освободившееся время девушка решила потратить на воплощение собственной мечты. 39-летняя Лиля стала волонтером. Так как я давно хотела стать волонтером и иметь возможность помогать людям, я видела это объявление по телевизору, также в интернете. И также мне посоветовал сотрудник службы здравоохранения о том, что нужно заняться этой деятельностью. Жительница Ульяновска подключилась к группе волонтеров, которые помогают с покупками продуктов и лекарствам людям от 65 лет и старше, а также маломобильным гражданам. Этим группам населения сейчас особенно важно оставаться дома. Лиля признается, заявок много. Каждое утро добровольцы распределяют их между собой. В заявке указан адрес, конкретный список продуктов или медикаментов, а также время, в которое волонтеру откроют двери. Здравствуйте, мы сегодня купили фрукты, бананы, апельсины, кашу, молочко, кефир, творог, сметану, хлеб. Так что, думаю, Нина Васильевна будет довольна. К Нине Васильевне и ее мужу девушка относит продукты уже не в первый раз. Тяжелые сумки признается не помеха. Если нужно, отвезут на машине. Сегодня Лиля работает в паре с Ольгой, еще одним волонтером. Подружились девушки как раз благодаря волонтерской деятельности. Добро и вот это вот желание кому-то помогать, идти на помощь объединяет людей. Вот я здесь же познакомилась и с Лилей. Мы с ней вместе взяли заявку. Я была на машине, и мы с ней объехали очень большое число заявок в один день. Всего за день одному волонтеру в среднем удается отработать пять заявок. Прежде чем постучаться в двери, передать пакеты, добровольцы дезинфицируют руки в перчатках, подсчитывают потраченную сумму. Волонтеры сначала покупают товары на свои деньги. И вот в назначенное время девушке передали все необходимое вместе с чеками. Дверь открыл Мушнины Васильевны. А на неделю закупаетесь обычно? На неделю. Нам на двоих хватает. А сейчас гулять не выходите, правильно понимаю? То есть бережетесь дома, остаетесь? Уже вторую неделю никуда. А так-то вообще больше еще. А вы себе или на всю семью, правильно? У нас двое. Бабка и детка. Дезинфекция не единственное правило для волонтеров. При себе они всегда также должны иметь средства индивидуальной защиты и специальную жилетку. Еще одно правило – не входить в квартиру. Волонтер должен, когда оказывает помощь, обязательно должен быть в экипировке. Плюс, если возникнут какие-то вопросы по передвижению по городу, у нас есть электронный бейджик, который высылается ежедневно на электронную почту. Прежде чем выйти на помощь, активисты движения «Волонтеры-медики» проходят образовательные курсы и даже сдают экзамены. Все в экспресс-режиме. Нет ничего прекраснее видеть благодарные глаза людей. Действительно. И они настолько соблюдают правила. Настолько это приятно, что люди думают о своем здоровье, о здоровье своих близких. Если вы хотите стать волонтером или вам наоборот нужна помощь, звоните в 112 или обращайтесь на горячую линию 8 800 350 46 46. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.